Приветствуем на канале Агробук. С нами на связи исполнительный директор Масло-жирового союза Михаил Станиславович. На прошлой неделе стало известно о том, что правительство приняло решение о повышении экспортной пошлины на подсолнечник раз 9 января. Скажите, Ваш союз неоднократно в течение года предлагал вести эту меру. Каких эффектов сейчас на рынке Вы ждете? Если это снижение закупочных цен, то на сколько? И как это решение может повлиять на мировой рынок? Ну, Вы действительно правы. Мы не просто в течение прошлого года, а последние годы после того, как Россия вступила в ЭТО, переходный период точнее, после вступления в ЭТО прошел и пошлины на Масличные были снижены с 20% до 6,5% на подсолнечник и рапси до 0,1% на СОЯ. Мы выступали за повышение пошлин, потому что у нас произошел в связи с этим снижением пошлин в спирите цен, когда у нас стоимость сырья на экспорте была дороже, чем стоимость продуктов, произведенных из него. И вот этот перекос мы пытались исправить разными возможностями. Там был год, у нас конъюнктура так сложилась удачно, что подсолнечник просто не поехал на экспорт, потому что дорогой фрагмент был. Но вот 2019 год ознаменовался тем, что мы получили как раз ту картинку фундаментального рынка, которая у нас была заложена под этими низкими пошлинами. И в итоге мы выстрелили в экспорте, то есть фактически в 4 раза превысили максимальный объем экспорта по подсолнечнику. И, естественно, никто не мог не отреагировать, в рамках пандемии были введены ограничения. И после этого мы говорили о том, что с учетом той экономики, которая есть, необходимо ввести пошлины. Это еще больше усугубилось тем, что Россия и Украина не получили урожай, который ожидала по подсолнечнику. И в целом общий мировой рост цен на растительные масла привел к тому, что мы получили рекордные цены экспортные на ФОБе. Фактически выросли они в полтора раза. Мы получили рост курса доллара. И все это вместе привело к тому, что стоимость сырья у нас зашкалила больше, чем за 100%, то есть для переработчика. Поэтому, конечно, мы обратились еще в сентябре месяце. К сожалению, бюрократические процедуры слишком длительные. И стандартное прохождение привело к тому, что мы смогли только в декабре выйти на подписанное постановление правительства. И то при этом все трудились достаточно очень интенсивно, я скажу так. Спасибо Миноскельхозу за ту поддержку, которую нам она оказывала в этой части. И благодаря этому мы не ожидаем. Мы уже получили эффект на рынке. Уже цены развернулись. Порядка 20% мы видим снижение. И мы надеемся, что в январе весь рынок осознает, что это не временная история, а это надолго. Как минимум до 30 июня. Потом у нас конец сезона. И я надеюсь, что мы в новом сезоне получим урожай как минимум не меньше, чем в 2019 году. Я надеюсь, что площади, опять же, с учетом того, что площади были в 2020 году больше, чем в 2019 году, просто погода подкачала. Я надеюсь, что мы получим даже больше урожай, чем в 2019 году. Поэтому рынок уже там дальше себя сам выровняет. Но вот на эти полгода, которые я говорю, мы рассчитываем на уровень цен при текущем курсе доллара где-то около 34-33 рублей за тонн. Я называю как раз максимальные цены на юге России, это Ростов-Краснодар, традиционные наши порты экспортные. Соответственно, в других регионах это будет оттуда считаться. А с РАПСом что может быть? С РАПСом такая же история. Уровень цен пока не скажу. Здесь она, скажем так, более сложная конструкция, поскольку у нас экспортный спрос на РАПСовый шорт все-таки больше на внутреннем рынке. Поэтому все будет зависеть от того, как себя будут чувствовать животноводы. Но в целом мы ожидаем точно такого же снижения не меньше, чем на 20-25% стоимости РАПСа в закупке. А скажите, как вы понимаете логику решения правительства, учитывая то, что подсолнечника у нас получен недобор, РАПСа рекордный валовый сбор. А вот за сою вы тоже радовали, чтобы ввели экспортную пошлину, но ее не ввели. Пока нет, но мы в ближайшее время, вот сейчас мы, к сожалению, отвлеклись на соглашение, ну как к сожалению, вынуждены были отвлечься на соглашение по ценам с торговлей. И вот фактически последние недели мы только этим занимались. Сейчас закончим мы эту процедуру, я надеюсь, сегодня. И вернемся к вопросу введения экспортной пошлины по СОИ, по которому у нас есть решение, подготовлен пакет документов, и мы будем вносить в Минэкономразвитие. Скажите, а будет ли учитываться региональная специфика? Ведь для Дальнего Востока это будет просто катастрофическое решение. Никакой катастрофы нет. На сегодняшний день на Дальнем Востоке процветает фактически серый рынок. Объективно китайцы закупают за наличный расчет СОИ. Цены на СОИ занижаются порядка на 150 долларов на границе. То есть там реально цветет, даже я бы сказал, уже не серый рынок, да, СОИ. Поэтому запрета на вывоз не будет никакого, а 20-ти или 30-ти процентная пошлина позволит привести все доходы участников процесса в соответствие. Первое, второе позволит вернуться к переработке, потому что наши члены говорят, что при введении 20-ти процентной пошлины на СОИ мы готовы разморозить нашу замороженную переработку. Первое, второе, никто не запрещает ее вывозить. Пожалуйста, платите пошлину и вывозите. Но ситуации, когда государство оказывает огромную государственную поддержку сельхозтовропроизводителям, а они потом, занижая цену, даже не платят один из сельхозналог или НДС, да, в случае, если мы говорим об обществе налогообложения, в том числе, кстати, и упрощенки, тоже сегодня на НДС. Ну, наверное, это вопиющие. А в итоге мы фактически датируем Китай. Ну, то есть, ну, у Китая все хорошо с экономикой, давайте будем разбираться у себя. Угу, ясно. Михаил Станиславович, а вот это решение о повышении пошлины, как оно может отразиться на темпах и объемах экспорта подсолнечника и РАПСа? Может быть, экспорт станет невыгодным, а становится вовсе? Ну, естественно, он станет невыгодным, потому что сегодня экспортный паритет при этом уровне цены, пошлины, о которой мы сегодня говорили, находится на уровне 28 рублей. То есть, сегодня, когда я говорил об уровне цен на подсолнечник 33-34 рубля, надо понимать, что это тот уровень цен, который позволяет переработчику обеспечить ту доступную цену для потребителя на полке, то есть отпускную нашу цену в торговлю, о которой у нас идет речь в соглашении, и при этом получить какую-то минимальную вожу, там, в районе 5%. Соответственно, вот, исходя из этой экономики, мы называем там 33-34 рубля закупка на юге. Соответственно, если мы говорим об экспорте, то экспортный паритет, так называемая цена нетбэка для подсолнечника на юге будет 28 рублей. Естественно, никто на экспорт при 33 рублях закупки на внутреннем рынке по 28 не повезет. То есть, фактически, это закрытие экспорта, фактически. – А как вы считаете, почему рынок не может сам себя регулировать? Вот почему переработчики просто не могут давать цену конкурентную по сравнению с экспортерами? Какова сегодня маржа переработки? – Рынок как раз сам себя регулирует. Маржа у переработки на сегодняшний день нулевая, а порой мы выходим в минус. Я объяснял, что после вступления России в ИТО и снижения экспортных пошлин на масличность 20% до 6,5 нуля, мы получили обратный эффект. То есть, если все наши основные страны-потребители, например, в Турции крупнейший потребитель того же подсолнечного масла сырого в Черноморском бассейне, защищает свой внутренний рынок переработки, выставляя повышенные импортные пошлины на готовую продукцию и пониженное для сырье, то мы делаем, получается, наоборот. То есть, того эффекта от 6,5% существующей пошлины нет. То есть, поэтому мы и вернулись. То есть, даже 20% не хватало. Мы вернулись к пошлине, в итоге пришли к пошлине 30%, хотя были отдельные обсуждения даже про 40%. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы видим, что 30% при текущей конъюнктуре хватает. Ну вот, говорят, вы упомянули Турцию, да. Как тогда это соотнести с опытом Украины? Она производит подсолнечника больше нашего, а пошлину снижает до нуля. Да, но при этом вы посмотрите объем экспорта Украины на подсолнечник, он нулевой. Почему? Ну, потому что они пошлину обнулили, а ИДС не возмещает. Ну, то есть, здесь каждый пользуется своим инструментарием, раз у каждого своя определенная культура, скажем так, ведения экономической деятельности, я имею в виду государственный уровень. Соответственно, надо смотреть не на цифры на бумажке, а надо смотреть на факт, что происходит. Вот у нас пошлины 6,5, и у нас рекордные темпы экспорта, а Украина нулевая пошлина, и никто ничего не везет, как вы говорите. Ну, на самом деле, там нулевая, но помимо этого, там еще есть другие административные барьеры на пути экспорта. Они стимулируют загрузку своей переработки. Они крупнейшие экспортеры подсолнечного масла в мире. А какие-то барьеры, может быть, они эффективны для развития переработки? Конечно, эффективны. То есть мы вносили предложение в свое время, и мы считаем, что оно вообще разумное, что помимо пошлины еще возможно ввести инструмент дифференцированной ставки НДС, чтобы при экспорте не все товары получали льготную ставку, стимулирующую экспорт в размере 0%. Потому что если мы не заинтересованы в экспорте подсолнечника как сырья, а заинтересованы в экспорте переработанной продукции, зачем мы будем стимулирующую ставку НДС нулевую применять при экспорте подсолнечника? И китайский опыт показывает, что эта эффективная мера, она гибкая достаточно, ее можно менять в зависимости от изменения конъюнктуры. Поэтому вот эти изменения в налоговый кодекс, мы считаем, были бы очень полезны в целом для всей экономики. И в частности, в нашем случае, не нарушая правила ВТО, это 10% дополнительный барьер для экспорта подсолнечника. Михаил Станиславович, во сколько сегодня Вы оцениваете реальные потребности маслозавода в сырье? Может быть, переработчики рассматривают возможность импорта сырья для загрузки мощностей? Ну, Вы знаете, традиционный вопрос, к сожалению, нашего любимого Минэкономразвития, почему Вы не импортируете сырье? Ну, вот теперь коснемся темы Украины. Да, весь импорт нашего сырья происходит из Донецка, из Луганска. Все, мы больше ниоткуда сырье импортировать не можем, потому что Украина не экспортирует. Ну, то есть у нас значится, как Украина импорт, да, но мы при этом понимаем, что это Донецк, Луганск. Соответственно, больше другие страны подсолнечник в таком объеме, чтобы он экономически был оправдан привезти сюда и переработать, не экспортирует. Понятно. А по объемам потребности? Потребность на сегодняшний день, мы ожидаем к концу 2021 года, мощности по переработке общей по масличным культурам 26 миллионов. То есть мы выросли на 2,5 миллиона за 2020-2021 год вырасти. Соответственно, мы идем на опережение. Почему? Потому что тот рекордный урожай, который был собран в 2019 году, фактически означает, при нулевом экспорте, это 90-процентная загрузка наших мощностей, которые были на тот момент, это 23,5 миллиона тонн. Соответственно, это тот уровень, на котором мы должны начинать новые строительства, новых мощностей, особенно понимая, что у нас стоит план по увеличению мощностей по переработке в рамках федерального проекта экспорт продукции АПК. Раньше он стоял 10 миллионов тонн, сейчас он немного откорректирован, но все равно там не менее 6,5-7 миллионов тонн нам надо построить. Но 2,5 из них уже, можно сказать, в 2021 году уже будут реализованы. Скажите, экспортная пошлина на растительное, на подсолнечное масло прежде всего, она возможна? Вот Минэкономразвитие уже выдвинуло. Ну да, я видел сообщения СМИ по этому поводу, я считаю, что это, скажем так, перестраховка со стороны власти в части того, насколько добросовестно будут выполняться соглашения, которые мы сегодня, надеюсь, подпишем. Я считаю, что избыточная мера однозначно совершенно, потому что у нас безоговорочно все наши члены, это 85% фактически бутылированного масла, рынка бутылированного масла России, безоговорочно поддержали соглашение. Сегодня мы, я надеюсь, об этом объявим. И никаких предпосылок для того, чтобы вводить экспортную пошлину на масло, мы не видим. Соответственно, если мы говорим... Сейчас, секунду. Если мы говорим о эффекте такого возможного решения, то однозначно совершенно это будет крайне негативный эффект, фактически он поставит отрасль нашу на грани банкротства. То есть мы считаем, что экспортная пошлина на подсолнечное масло – это лечение головной боли путем отсечения головы. То есть на сегодняшний день это катастрофическое решение, по своей сути, если оно будет достигнут для отрасли, потому что экономика наша единица процентов. И если нам введут сегодня при тех стоках, которые у нас в среднем 3-4 месяца, а у некоторых компаний до июня месяца, и объем закупки был произведен по цене 39-40 рублей, вот представьте, сегодня введут экспортную пошлину на 15%, экспортную пошлину на подсолнечник, уровень цен на сырье 33. К какому эффекту это приведет? Ну, мы просто получим волну банкротств к осени по масло-жировой отрасли, и в итоге можем получить обратный эффект по дефицит бутылки на полке. Как-то ни странно, да? Поэтому я думаю, что до этого дела не дойдет, уверен, до этого дела не дойдет, по причине того, что, как сказано было, это будет применено только в случае, если не будет выполняться соглашение. Масло-жировая отрасль все свои обязательства по соглашению выполнит в полном объеме. А сколько вы оцениваете в этом текущем сезоне, это 20-21, объемы производства растительных масел, сколько нужно для внутреннего потребления, и сколько у нас останется на экспорт? Ну, по подсолнечному маслу, давайте я скажу, там на памяти просто цифры есть, 5-8 миллионов мы планируем произвести в этом году, соответственно, из них где-то миллион 200 это бутылированное масло внутреннее потребление, и где-то еще примерно столько же, то есть около 2-3 миллиона у нас внутреннее потребление, то есть можно сказать, что около 3-х с копейками миллионов у нас уедет на экспорт, то есть у нас большая часть производства уедет на экспорт. Но сырье есть для бесплатных? У нас есть переходящие остатки рекордного года 19-го, то есть если мы говорим о 20-м годе, да, действительно, мы едем на остатках урожая 19-го года, то есть на высокой базе 19-го года, тот неурожай, который произошел, начало сезона, то есть мы эффект от недостатка сырья почувствуем 20-го сезона, почувствуем в конце сезона, не сейчас. Поэтому 20-й год мы покажем высокие очень показатели, здесь очень важно, конечно, посевная кампания 21-го года, чтобы мы не провалили показатели в 21-м году, нам надо будет серьезно заняться повышением объемов производства в 21-м году по сырью. А какие вы здесь видите резервы? Чем можно стимулировать аграриев? Многие говорят, что как раз снижение объемов производства в 20-м связано с тем, что они перестали вкладывать в технологии из-за того, что такая вот неопределенность. Чистой воды спекуляция, но Украина тоже начала снижать, вкладывать в технологию. Ну зачем? Это чисто климатический природный эффект. Первое. Второе. У нас есть группа оппонентов, которые нас пытаются табуретками забросать. Так вот, они говорили, вот, введение экспортной пошлины заградительных мер приведет к тому, что упадут цены, перестанут сеять. Когда ввели ограничения по ковиду, цена не упала, а выросла. Потому что вырос спрос на подсолнечное масло, мы его полностью транслировали в сырье. То есть мы получили какую-то небольшую экономику, несколько процентов, из-за высокой конкуренции за сырье. Мы всю остальную маржу транслировали на уровень сырья. И в итоге они замолчали. Потом они говорили о том, что вот, сейчас перестанут вкладывать в технологии из-за того, что вы ввели ограничения, и не посеет, уменьшит объемы. Ну, давайте посмотрим. У нас ожидаемый план посевов до введения ограничений был 8,2 миллиона гектар, а в итоге посеяли 8,6 миллиона гектар. Как-то не сходится ни одна, ни вторая картинка. Поэтому это действительно есть традиционные, я их называю, хайполовы, которые пытаются хайп поймать на всей этой истории, выражаясь современным сленгом. Никаких фундаментальных оснований для снижения объемов производства нет. Экономика в этом году у сельхозтоваропроизводителей 300%, повторяю, до введения пошлины она была 300%, после введения пошлины она будет 200%. Поэтому никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что давайте мы будем снижать объемы производства, вообще я не вижу близко. При такой марже масличные остаются самыми маржинальными культурами. Поэтому, да, и факт говорит сам за себя. Я рассчитываю на увеличение площадей после такого сезона, невзирая на введение пошлины. Все равно 200% маржи сегодня не получают они ни на какой культуре больше. Второе, действительно есть резервы, о которых вы говорите, это четырехпольный силы оборот, который, к сожалению, у нас сдерживается всяческое применение его на территории Российской Федерации. У нас традиционно пытаются использовать семи-восьмипольные силы оборота, скажем, обосновывая это тем, что есть определенные ограничения по технологии заразиха и так далее. Но на сегодняшний день есть современные технологии, успешно применяемые в том числе в Российской Федерации по четырехпольному силу оборота, без ущерба для плодородия почвы. Наоборот, великолепный эффект на все культуры, которые идут после подсолнечника. Все отлично. Поэтому тиражирование этих практик четырехпольного силы оборота, переход на энергосберегающие ресурсы, сберегающие интенсивные технологии позволят нам увеличить, даже в тех площадях, которые мы имеем, в общих посевных, увеличить долю подсолнечника того же самого силы оборота, тем самым увеличить объемы его производства. А уточните, четырехпольный это какой? Ну, четырехпольный севооборот, это или раз в семь лет высевать на одном и том же поле подсолнечника, или раз в четыре года. Да, технология более дорогая, да, технология более современная, но на сегодняшний день у нас уровень агротехнологий общий настолько высокий, ну, урожаи по зерну, в том числе, говорят об этом. Если бы мы не умели заниматься земледелием, но не было бы у нас таких урожаев. Сегодня средний урожай, вы возьмите динамику среднего урожая по зерновым в целом, вы увидите, как она двигается серьезно вверх. И это говорит о том, что растет уровень агротехнологий. Ну, помимо того, что у нас действительно еще все-таки, ну, скажем, динамика не такая, но осуществляется прирост площадей пассивных, но в целом у нас уровень агротехнологий растет, и необходимо его также масштабировать и внутри группы масличных культур, потому что у нас на сегодняшний день значительная доля применения сортовых семян, хотя на сегодняшний день понятно, что подсолнечники гибриды, наверное, на сегодняшний день самые эффективные. Мало того, у нас около 10% применяется незарегистрированных семян. А это как раз, да, действительно, ограниченный доступ к оборотным средствам. Подсолнечник, как такая резервная страховая культура, ее бросили в землю, ну, что выросло, то выросло. У нас просто по урожайности на соседних полях в зависимости от подхода собственника может отличаться урожайность в 4-5 раз, там, от 5 до 20 центнеров. Ну, это реальность, я сам видел такие поля, а все от того, что на дорогие семена, условно говоря, денег нет, соответственно, точнее, есть деньги на дорогие семена, но нет денег для того, чтобы обеспечить получение, реализацию потенциала этих семян, потому что нужно внести повышенную дозу удобрения, надо использовать более дорогие схемы защиты растений. Все это приводит к тому, что скатываются в более дешевую технологическую карту, основанную на простых семенах, с меньшим затратным удобрениям и так далее. Это вопрос, опять же, доступности оборотных средств, благо при такой марже, которая сейчас идет в целом по зернам, и с ними все нормально у всех, да, поэтому я думаю, с учетом того, что с доступностью оборотных средств все стало намного лучше, я думаю, мы повысим урожайность еще и за счет того, что мы все-таки начнут более тщательно подходить к вопросу применения современных высокопродуктивных гибридов и схем производства, схем за счет растений и подкормки. Михаил Станиславович, ну и тогда возвержающий вопрос, наверное, о перспективах РАПСа и СОИ, да, их объемы переработки в этом году выросли, с учетом того, что был недобор подсолнечника, были вынуждены маслоперерабатывающие заводы загружать к мощности. Как вы считаете, тут есть именно перспективы, может быть, на зарубежных рынках, резервы для роста объемов потребления на внутреннем рынке? Ну, давайте я бы хотел вас немного поправить. Мы не вынуждены были загружать мощности из-за отсутствия подсолнечника. У нас на сегодняшний день, как я и говорил, при полном направлении всего урожая на внутреннюю переработку у нас будет загрузка порядка 70 с чем-то процентов. У нас на сегодня нет такого, что у нас недостаток сырья из-за неурожая. У нас всегда он недостаток, просто он или больше, или меньше, это первое. Второе касательно РАПСа в этом году, действительно РАПС показал великолепный результат. Кстати, повторный результат. Это был буквально два года назад такой же резкий скачок по урожайности. Опять же, это говорит о росте агротехнологии и серьезной работе именно с семенами, и с этой культурой, площади, потому что существенно не увеличились, а увеличилась именно урожайность. И, конечно, больший объем этой культуры, благодаря той пошлине, которая сейчас выводится, потому что рекордные экспортные темпы были такие же, как у подсолнечника. Мало того, РАПС традиционно вообще самая уязвимая культура в этой части, потому что там более 25% от объема производства уезжал на экспорт. И в этой части мы надеемся, что в этом году благодаря пошлине объем переработанного РАПС на территории России будет намного выше, и мы будем экспортировать переработанную продукцию. Здесь все хорошо, мощности есть, спрос на продукцию есть, и внутренний там на тот же шрот, и внешний на масло в первую очередь. Поэтому я не вижу никаких проблем. Экономика, опять же, благодаря пошлине будет выровнена, и для переработчика, и для производителя, и мы сможем дальше интенсивно в этой части развиваться. По поводу сои, ожидаем урожай чуть выше, чем в прошлом году, но здесь у нас, опять же, импортная модель. Мы все равно импортируем значительные объемы сои, и поэтому все сохранится в тех же масштабах, как и было. Но вот благодаря введению экспортной пошлины мы все-таки рассчитываем, что экспорт сои, который показал там, в частности, в прошлом году рост, потому что мы перешагнули за миллион, если до этого там было от 500 до 800 тысяч, мы перешагнули за миллион. Я думаю, что благодаря пошлине, если мы реализуем наши планы, то экспорт сои все-таки упадет ближе к 500 тысячам тонн, и оставшуюся сою мы будем перерабатывать на нашу территорию. И вы не ответили на самый первый вопрос. Все-таки мировые цены на подсолнечник могут вырасти в результате принятия повышения пошлины? Повышение пошлины на подсолнечник, конечно, сузит предложение на экспорт подсолнечника. Мировые цены на подсолнечник, может быть, и вырастут, но я думаю, что объемы предложения ограничены. Скорее, это даст эффект определенный на подсолнечное масло, потому что те ожидаемые объемы, которые они хотели купить в подсолнечнике, он перетечет в подсолнечное масло. Второе. Существенный объем подсолнечника был вывезен уже в эти несколько месяцев. То есть мы ожидаем объема экспорта по декабре включительно примерно полмиллиона тонн. Поэтому, если мы говорим, основной потребитель всей этой истории – это турки. Полмиллиона тонн для Турции – это, в принципе, очень неплохой объем закупки, поэтому я думаю, что они могут на нем, в принципе, и остановиться. Поэтому существенных и значительных изменений ограничения экспорта уже, наверное, на конъюнктуру не скажут, потому что у нас фактически в текущие цены заложены все ожидания пошлины, об этом все знали. Турция обнулила у себя импортные пошлины на подсолнечник, и на подсолнечное масло снизила. Поэтому я думаю, что уровень 1100 на масло, ну, 1150, который был там недавно, мы откорректировали сейчас, 1100, наверное, это средняя температура по больнице на наш текущий сезон. Ну, будет, конечно, безусловно, все зависеть от общего тренда с растительными маслами, куда они дальше будут двигаться. Но вот если мы говорим о том влиянии именно подсолнечного баланса, то я думаю, что 1100 долларов – это тот средний уровень, вокруг которого, наверное, будут все цены двигаться. Спасибо вам большое за интервью. Всего доброго. Спасибо.